друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артем и в этом ролике мы поговорим о поддельных биноклях в очередной раз потому что насколько вы помните на нашем канале уже было несколько роликов на данную тему ссылки на них вы найдете в углу экрана обязательно переходите смотрите я думаю вам будет интересно особенно возьмите на заметку если вы как раз выбирайте себе новенький бинокль что ж друзья сегодня мы поговорим о подделках под российского производителя а именно под казанский оптикомеханический завод и их модельный ряд bpc также известны как бинокли байгыш кучу таких подделок мы нашли как ни странно на всем известном китайском сайте алиэкспресс причем там представлен весь модельный ряд bpc 8 на 30 10 на 40 12 на 45 15 на 50 в общем приборы на любой вкус один из таких биноклей мы заказали он как раз таки сегодня приехал давайте распакуем посылку посмотрим что это за зверь такой но и обязательно потестируем его и сравним с оригинальным биноклем компс поехали что ж друзья приступим к распаковке и так внутри почтовой коробки нас ждала дополнительная смягчающая упаковка для того чтобы прибор не повредился при перевозке и так бинокль байгыш bpc 5 8 на 30 м коробка действительно похоже на комзовскую вроде бы придраться не к чему единственный момент здесь должны стоять галочки как и здесь кроме этого должна стоять дата изготовления и подпись упаковщика здесь как мы видим коробка абсолютно пустая никаких дополнительных отметок нет давайте же посмотрим что на ждет внутри прибор упакован в чехол прошу обратить внимание что чехол тканевый с ремешком для ношения на плече внутри мы находим собственно сам бинокль инструкцию по эксплуатации салфетку из микрофибры для протирки линз а также ремешочек для ношения бинокля на шее инструкция по эксплуатации она же гарантийный талон опять же обратите внимание что на гарантийном талоне комс обязательно должна стоять печать а также заполнены все графы здесь должны стоять опять же дата изготовления подпись упаковщика и собственно печать завода изготовителя в остальном же инструкция достаточно похоже на комсовскую на двух языках на русском и на английском языке но ее мы поподробнее изучим чуть позже давайте посмотрим на собственно сам бинокль и так сам бинокль друзья сразу можно сказать что корпус из пластика вообще бинокли комс имеет корпуса изготовлены из металла здесь же полностью пластиковый корпус что касается маркировки действительно байгыш 8 на 30 м здесь мы видим поле зрения в метрическом эквиваленте 150 метров на 1000 метров действительно характеристики такие же как и у бинокля байгыш 8 на 30 вроде бы все выглядит достаточно цивильно за исключением того что корпус из пластика они из металла как должен был бы быть также отметим что бинокли комс не комплектуются крышками на объектив здесь же они присутствуют что касается оптики по крайней мере по внешнему виду нужно сказать что на линзах нанесено просветление фиолетового цвета практически такой же как и должно быть на биноклях производства казанского оптико-механического завода что ж друзья нужно потестировать прибор тогда можно будет судить о его функциональных качествах давайте это и сделаем поехали перед вами изображение из окуляра поддельного бинокля байгыш 8 на 30 оцените насколько неправильно передаются прямые линии по краям поля зрения стены зданий начинают как бы закругляться картинка искажена геометрически а на данном примере мы видим и множество других аберраций от центра краям поля зрения сильно падает резкость присутствует хроматическая аберрация проявляющийся в виде цветных ореолов по краям объектов изображение в целом недостаточно резкое слишком большое количество искажений для просветленной стеклянной оптики друзья при более детальном рассмотрении прибор после теста скрылось то что я не заметил при распаковке линзы бинокля выполнены из пластика к сожалению изображение формируемое данной моделью находится на очень низком уровне ну а теперь предлагаю для сравнения потестировать настоящий прибор комс бпц 8 на 30 изображение намного более четко и практически лишено искажений вы можете убедиться в этом сами более того судя по прямому сравнению картинки подделка имеет несколько меньшее увеличение чем оригинал возможно 7 или 6 с половиной крат вместо заявленных 8 ну а вот так выглядит точка за которой мы наблюдали без какого-либо увеличения что ж друзья после нашего наглядного сравнения я думаю никаких сомнений больше не осталось поддельный бинокль байгыш является изделием крайне низкого качества особенно по сравнению с оригиналом от казанского оптика механического завода что же давайте пройдемся в чем же отличие подделки от оригинала во первых это как мы уже говорили материал корпуса в подделке это пластик в оригинале это прочный и надежный металл во вторых это материал оптики у подделки это опять же пластик а у оригинал естественно стекло хорошие марки бак 4 с многослойным просветляющим покрытием в виду такой разницы в материалах поддельный бинокль намного легче оригинала опять же возьмите на заметку так вы распознайте что что-то не так ну а дальше целый ряд более мелких отличий например подделка комплектуется крышками на объектив то время как у оригинала в комплекте только крышки на окуляры она объектив к сожалению не предусмотрены подделка комплектуется более простым тканевым чехлом в то время как оригинал обладает в комплекте чехлом из кожзамом более плотным и надежным также отличить подделку вы сможете по маркировке на коробке а именно по ее отсутствию напоминаем что на оригинальных биноклях комс обязательно должен стоять штамп с датой изготовления также подпись упаковщика ну и кроме того видны различия в гарантийном талоне хоть и внешне они абсолютно идентичны опять же у подделки никаких печатей о тк печати производителя даты изготовления подписей вы не найдете там будет просто пустой распечатанный бланк в то время как у оригинала все необходимые отметки обязательно должны стоять на гарантийном талоне что ж друзья я думаю всем стало понятно что поддельные изделия сайта алиэкспресс это изделие крайне низкого качества даже за ту цену которую за них просят производителя это цена практически в три с половиной четыре раза меньше чем у оригинала вы получите очень и очень сомнительное удовольствие лучше за эти же средства купить более простой но проверенный бинокль от известных брендов например ливенгук брессор никон пентакс да и любой другой что ж друзья я надеюсь вы поняли чем отличаются поддельные бинокли от оригинальных надеюсь вам было интересно обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе всех новых роликов на нашем канале кстати если у вас остались какие-то вопросы или например есть пожелание по тематикам будущих роликов или вы уже сталкивались своей жизни с поддельными биноклями хотите поделиться историей обязательно все это оставляйте в комментариях будем обсуждать отвечать на вопросы друг друга но я с вами прощаюсь всем пока а